Замазать вот эту штучку. Мне просто очень нравится, как я выгляжу. Мы находимся на секретном объекте, в Московском инновационном институте. Именно здесь придут съемки нашего нового выпуска про проектирование и разработку настоящих летательных промышленных дронов. Обязательно подписывайтесь на наш канал, жмите лайки и колокольчики, это секретный объект. Поэтому я говорю очень тихо, обязательно смотрите этот выпуск до конца. Не очень удобно, что ты постоянно заставляешься натаскать вот этот чемоданок с трех. Написано в приказе, что снимать нельзя, но здесь все снимают. Так вообще, мне всегда кажется, что эти охранники их заставляют работать, а теперь они вообще не хотят. Говорят, нет, ты должен. Мы приходим, он сидит на диване лежит, спит внизу. В воскресенье никого нет. А мы сердце печатаем. Это у нас с военной медицинской академией был выпуск тоже. Вот, тоже для предапрессионного планирования с этим, с, господи, с мертвой тканью. Там сердце, они типа ее вырезают, там что-то зашивают, и им тоже нужно для предапрессионного планирования печать сердце. Убалдеть. Да, тут дроны какие-то, да? Да, фигня какая-то. Мы сегодня в гостях в стенах Московского авиационного института. И мы хотим рассказать вам одну интересную историю, один интересный стартап, проект. И познакомить вас с Антоном и с его командой, которая занимается разработкой промышленных дронов. Стартап называется Биодрон, правильно? Совершенно верно. Антон, ну расскажи, что за проект, о чем он и какое отношение к этому, ко всему имеет Индопечать? Отлично. Мы занимаемся производством дронов. Вот эти дроны отличаются от того, что вы видите в магазинах, вот, и, так сказать, то, что всем хорошо известно, это там дроны DJI и так далее, да? Тем, что это дроны автономные, то есть они действительно летают сами. Вот это дроны со искусственным интеллектом. Вот такие дроны нужны для того, чтобы проводить инспекции различных промышленных объектов, например. То есть у вас есть вышка сотовой связи, вот, у вас есть буровые установки, вот, у вас есть линии электропередач. По всем этим конструкциям нужно проводить периодически осмотр их состояния. Вот, осмотр может в себя включать определение, там, механических повреждений, то есть это может быть ржавчина, может быть, там, повреждение каких-то конструкций, антенн и мачтов. Вот, это может быть в случае, если это промышленные объекты, скажем, буровые установки, положение запорной арматуры, показания приборов и так далее. Вот, для того, чтобы это сделать, нужно решить две проблемы. То есть, во-первых, нужно решить задачу автономной навигации, потому что объекты эти достаточно сложные, и вы не можете указать место положения каждой из конструкций, которую нужно облететь точно. Вот, то есть вы указываете объекты интереса, и аппарат должен сам решить, вот, как к ним подлететь, как их облететь, как уклониться от других мешающих конструкций. Это первое, да. Второе, это, собственно, решение задачи распознавания, которое мы делаем с помощью нейронных сетей. Вот, то есть у нас есть обученная нейронная сеть, вот, это может быть нейронка, которая решает задачу, вот, как в проекте, про которую расскажу позже, поиск людей. Вот, это может быть нейронка, которая заточена под определение состояния промышленных конструкций. Вот, соответственно, дрон у нас является таким продуктом, который сразу на выходе выдает результат, да, то есть не нужно никаких дополнительных обработок, вот, вы просто запускаете его в полет, вот, он выполняет вашу задачу и говорит вам о том, что, собственно, вам дальше нужно делать, то есть если это промышленные объекты, то там могут быть какие-то ремонты, вот, например, да. То есть сканирует поверхность, да, 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 совершенно верно. Да, 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 то есть вот аппарат, он снабжен набором сенсоров, соответственно, сенсор поступает информация в бортовой компьютер, вот, бортовой компьютер, то, что мы используем, это, значит, компьютер NVIDIA, вот, то есть это Jetson TX2, это Xavier, вот, это для каких-то простых задач Jetson Nano, вот, соответственно, на вот этом GPU, GPU, это, значит, графический процессор, по сути, вот, который хорошо умеет выполнять параллельные вычисления, вот, на GPU развернутые, нейронная сеть, вот, нейронная сеть обучена под определенный класс задач, вот, и, собственно, информация с сенсора поступает в нейронную сеть, она решает задачу распознавания, и на выход через средства передачи данных, вот, там, цифровые или аналоговые, вот, выдает уже результат, то есть это может быть картинка с координатами, вот, ну, так сказать, распознанные какая-то совершенно там дрон, конкретная ситуация, да, которую мы обрабатываем, вот, это может быть какое-то описание даже, вот, которое по результатам анализа, опять же, изображения или видеопотока сделано, вот, отправляется, это может быть, собственно, сам видеопоток с наложенной информацией наполнить, то есть дрон сам решает определенную задачу, вот, примерно таких задач, вот, я могу назвать, например, проект поиска людей, потерявшихся в лесу, вот, в котором мы участвовали, вот, смысл в чем, значит, если у нас человек потерялся, вот, его очень трудно найти, потому что он находится где-то под деревьями, вот, вы можете пытаться найти его сверху, вот, может быть, вам повезет, и вы увидите с помощью, например, тепловизора, вот, если там нет других объектов, которые, ну, так сказать, излучают тепло, типа там, да, мишки, волки, там, собаки, не знаю, белки, вот, все что угодно, листья нагретые солнцем, вот, вы можете использовать другие инструменты, вот, какие-то акустические датчики, например, активные, но если человек у вас в бессознании находится, если он уже давно потерялся, вот, вам ему будет найти очень тяжело, соответственно, один из вариантов, это попытаться полететь внутри леса, под деревьями, так, чтобы его просто увидеть, ну, увидеть, опять же, не глазами, не оператором, вот, а увидеть с помощью, значит, нейронной сети, которая обучена на распознавание человека. А что касается, допустим, уже имеющихся решений, на, скажем так, на рынке промышленных дронов специального назначения? Таких решений много, вот, но решения эти не автономные, как правило, да, то есть это может быть очень хороший и качественный промышленный дрон, вот, такие дроны, например, делает компания DJI, у них есть промышленный дрон серии Мэтрис, вот, который используют для инспекции мостов, вышек, то же самое, вот, но этот дрон управляется оператором, во-первых, во-вторых, значит, этот дрон, по сути, является летающей камерой, то есть он не решает задачу классификации тех объектов, которые он снимает, и оценки их состояния. То есть преимущество вашего дрона разрабатываем как раз так и в его автономности, в его самостоятельности, да? Да, совершенно верно. То есть мы делаем аппарат таким, чтобы задача оператора сводилась к определению набора тех объектов, которые нужно инспектировать, и запуску миссии. Дальше аппарат должен отработать эту миссию самостоятельно, вот, и на выходе дать не промежуточный результат в виде набора, так сказать, кадров, вот, либо видеоролика, да, который потом нужно обрабатывать, вот, а в виде, значит, решения определенной задачи. То есть результат. Результат для промышленных объектов, вот, это может быть оценка их состояния с приложенными, ну, классификацией, по сути, вот, с приложенными подтверждающими материалами, которые уже оператор, ну, так сказать, может оценивать. Исходя, так сказать, из тех вариантов, которые предлагаем мы, принимать решение. Вот, если это поисковая задача, то, соответственно, мы видим, там, допустим, найденного человека, либо какой-то другой объект с координатами, где он находится, вот, уже на выходе, да? Вот, и каких-то дополнительных усилий по, вот, обработке, анализу, классификации, вот, там, так сказать, привлечению специальных людей для этого, вот, специального программного обеспечения здесь не требуется, да? То есть мы в этом направлении работаем. Вот. Второе направление, так сказать, ну, в рамках того, чем мы занимаемся, это координация нескольких аппаратов, да? То есть, в принципе, мы делаем... Чтобы они как-то совместно работали, да? Да, мы делаем аппараты, вот, у нас есть определенные ограничения, я о них дальше расскажу и покажу. Вот, мы не можем делать очень большие аппараты, не хотим, да? Мы хотим оставаться, так сказать, с маленькими, относительно недорогими аппаратами, вот, но иметь возможность сделать таких аппаратов несколько, вот, запустить их, например, одновременно. Если у нас какой-то большой крупный промышленный объект, где много разных задач, мы, соответственно, можем их сделать специализированными, каждый под свою задачу, вот, либо, значит, сделать так, чтобы они параллельно решали одну и ту же задачу, вот, например, инспектирование, облета какой-нибудь трубы промышленной, которая большая, вот, вместо того, чтобы тратить на это целый день, мы можем, допустим, с помощью нескольких аппаратов сделать это за час, вот, поскольку у нас нет операторов, вот, ну, так сказать, не нужно каждому аппарату представлять человека, вот, это действительно экономически выгодно, вот. Нет, то есть, вот, относительно нефтянки, я могу сказать, что при инспекции буровых платформ останавливают производство, вот, это огромные деньги, да, при этом теряются, да, потому что невозможно, вот, инспектировать буровую платформу, пока там работают люди, надо остановить производство, надо убрать конструкцию людей, вот, дальше, соответственно, надо, там, методически, планомерно, с помощью промышленных альпинистов, вот, осматривать эту конструкцию, то есть, это долго, это, вот, может быть, это может занять неделю, вот, 8 дней обычно такая инспекция продолжается. Вот, это очень дорого, это потеря больших денег, вот, соответственно, мы можем это сделать быстрее, с помощью нескольких аппаратов, вот, и без риска для жизни. Ну, если аппарат упадет, это не катастрофа, потому что таких аппаратов несколько, можно просто взять, запустить другой, в конце концов. Скажем так, это прототип, да, то есть, все, что вы делаете, это прототипы, вот, они работают, они, так сказать, летают, вот, решают задачи, вот, но, значит, это все прототипы. Вот, это один из поздних прототипов, вот, можете увидеть, что здесь много элементов изготовлено методом 3D-печати на этом аппарате, значит, почему он так сделан, я могу тоже объяснить, рассказать более детально. Вот, как я говорил, у нас дроны инспекционные, они сделаны так, чтобы, значит, решать свои задачи в сложных условиях, да, ну, так сказать, в сложной среде. В этой среде может быть много, там, разных неожиданных препятствий, например, вот, соответственно, аппарат сделан таким образом, чтобы столкновение с препятствием не было для него фатальным. Ну, помимо его, так сказать, активных средств уклонения, то есть, программного обеспечения, которое, вот, предназначено, собственно, для корректировки, там, навигационных задач, вот. У него, вот здесь вот, у него камера, да, расположена, так, датчики, да, у него здесь? Значит, у него, вот, у этого аппарата есть, соответственно, набор курсовых камер, да, то есть, есть камера, вот эта камера, которая сверху, вот, это просто видеокамера вот если вы летите в ручном режиме вы смотрите через нее то есть он может летать в ручном режиме как обычный дрон вот эта камера эта камера собственно для автономного полета она решает одновременно и задачи навигации задачи распознавания то есть эта камера intel realsense вот соответственно эта камера от инфракрасная камера стереокамера вот она позволяет определять расстояние до предметов вот нам это расстояние нужно для того чтобы понимать где у нас находится препятствие вот но она обеспечивает собственно видеопоток стандартной в hd вот который мы перенаправляем в систему распознавания и собственно его обрабатываем на предмет интересующих нас объектов да с помощью нейронной сети вот соответственно это вот часть активной системы пассивная система скажем так защиты вот безопасности это вот эти элементы напечатано 3d принтере вот соответственно мы видим здесь что пропеллер у нас находится внутри колец значит специальных значит это так сказать с одной стороны элемент защиты вот то есть они достаточно прочные вот при значит ударах они слегка деформируются но не разрушаются по прочности в этом еще вот но это мы посмотрим да насколько то есть на самом деле они могут разрушаться да есть очень сильный удар у нас кстати в этом влоге будет эксперимент мы обязательно попробуем испытаем на прочность что с давно мы ничего не ломали не не разрушали поэтому сегодня мы как раз это сделать я рассказывал про датчики я сказал что у данного прототипа есть система уклонения от препятствий вот это таска часть активной системы безопасности для для него но и для окружающих вот есть пассивная система безопасности как вот автомобиль у вас есть подушки там и какая-то часть сминающие сюда который защищает водитель здесь соответственно тоже вот эти элементы они являются с одной стороны элементами конструкции с точки зрения пассивной безопасности у нас есть защиты камеры защиты пропеллеров вот защиты соответственно здесь находится радиатор нашего бортового компьютера но вот который тоже нужно закрыть что-то не попало ничего вот при столкновении вот у нас соответственно вся электроника она тоже прикрыта вот от пыли грязи там потому что там так сказать много электронных компонентов которые ну желательно защитить чтобы они вышли из строя другой стороны а вот данный элемент у них как вы видите такая вот аэродинамической форма да вот они обеспечивают дополнительную тягу то есть вот использование таких элементов дает где-то прирост порядка 20 процентов вот для нас это важны формы за счет их форма нам это важно потому что мы должны с одной стороны остаться в рамках некоторых размеров вот не очень больших то есть мы не можем сделать очень большой дрон нибудь сложно пролететь тогда вот в той среде которую мы инспектируем вот другой стороны аппарат достаточно тяжелый потому что у него много электроники у него стоят камеры вот у него стоит бортовой компьютер вот поэтому мы должны сделать его так чтобы ему хватало тяги вот мы собственно все вот эти наши так сказать элементы они но делаются так чтобы они были с одной стороны максимально легкими с другой стороны чтобы они были не просто так сказать элементами пассивной безопасности от них была какая-то польза данном случае это пользует прирост тяги вот вот собственно ключевой да вот все остальное тоже важно но не настолько а что касается 3d печати почему вот ну на самом деле я слышал о том что допустим для дронов мы можем использовать 3d печать но я не встречал наверное еще готовых решений которые бы где люди бы прямо не 3d печать использовали для конечных деталей ты думаешь о том чтобы использовать детали для того что потом их устанавливать или это просто это прототипирование но здесь могут быть разные варианты то есть если вот эти элементы конструктивные достаточно прочная для наших задач вот мы можем это испытать убедиться в том таскать подходит они мы или нет нам эти элементы мы можем их оставить ну так сказать вот ровно такими да то есть ну напечатать относительно дешево вот и быстро соответственно если у нас маленькие какие-то партии можно действительно сделать это элементом финального решения вот может быть это будут второстепенные варианты какие-то в итоге может быть это будут основные элементы конструкции вот есть другие так сказать способы изготовления можно делать например метаном формования из там карбона вот мы такие тоже делали аппарат его можем показать потом вот они будут гораздо легче да если это делать путем формования формование соответственно требует подготовить на работу большой то есть нужно изготовить для этого там формы вот на фрезеровочном станке вот сами материал тоже дорогие вот исходно из которых выполняется формовку то есть это по сути ведет нас к необходимости организовать производственный процесс у себя вот такие вещи оправданы когда это относительно большие партии да на маленьких партиях на просто не можем это позволить то есть 3d печать остается по сути единственным методом на случай вот то есть все варианты формовки пластик там карбон это организация производства по сути либо там аутсорсинг какой-то вот там где это возможно тоже дорого довольно таки вот то есть от самой демократичный вариант лишь ты главный конструктор в команде непосредственно созданием разработкой придумывать о том каким образом тут все должен работать это твоя часть ну моя часть работы как раз заключается в том что к примеру вот у нас есть ребята которые работают на механикой есть ребята которые работают над программной составляющая я именно занимаюсь интеграции то есть я собираю все это по кусочкам вместе в единый уже готовый вариант то есть первую очередь мы исходили из того что кольцо должно быть упругим то есть при столкновении должно немного деформироваться и после столкновения уже должно принимать свою первоначальную форму потому что у нас аппарат летает между препятствиями и имеет место быть какая-то ошибка он бывает иногда сталкивается и все это нужно для того чтобы предотвратить в итоге падение аппарата и потерю и чтобы потом еще кольцо осталось целое правда да то есть кольцо вообще несет две функции это пассивная защита и это аэродинамический профиль она добавляет подъемную силу за счет чего она добавляет подъемную силу если посмотреть на вот эти кромки вот этого вот кольца вот этой чаше то когда у нас винт внутри кольца начинает создавать подъемную силу у нас он втягивает в себя воздух здесь создается разность давлений чем-то похоже на крыло здесь у нас давление низкая здесь высокая и воздух как бы стремится попасть сюда вот здесь давление затягиваем да здесь у нас внутри воздух разряженный то есть если посмотреть вот на аппарат здесь как раз воздух разряженный здесь он более плотный воздух отсюда стремится попасть сюда чтобы заполнить чтобы компенсировать разность давлений за счет этого у нас создается подъемная сила также если присмотреться на сам профиль видно что он не идеально гладкий а немножко под углом он тоже создает подъемную силу уже непосредственно как крыло так как я не особо силен допустим в дрона строительстве до подъемной силы я думаю что она создается за счет того что вот просто есть винт он ну дует словно вверх и ему нужно как бы он просто отталкивается от земли но помимо этого еще и дополнительно создается за да кольцо создает дополнительный вектор тяги то есть у нас во первых за счет вот этой кромки и за счет аэродинамического профиля за счет того что он под углом небольшим он создает вектор тяги но он не идеально там ровно вверх он там под небольшим углом но если разложить по составляющим то 23 там процентика не какой-то небольшой составляющие мы получаем дополнительно тяги вверх проектирование винтов кольца это достаточно старая тема то есть у нас мы еще в прошлом веке как бы занимались этим профессора кафедра вертолет строения самолет строения и сейчас непосредственно мы решили взять их опыт тем более сейчас современном мире в любительских дронах в особенности очень стало популярно делать пассивную защиту и в связи с тем что где начали делать пассивную защиту стали думать как ее улучшить как сделать так чтобы она добавляла тяги то есть появилось в интернете множество различных вариантов некоторые вообще непосредственно никоим образом не увеличивают тягу только наоборот хуже делают есть варианты которые ну реально более-менее похожи на правду вот мы нашли вот такой вариант похожий потом изменили его немного под себя и получили уже вот такой готовый вариант а ты учился в мои я учусь в моим на втором курсе что у нас здесь печатного в этом дроне так вижу что практически все напечатано да ну основные конструктивные элементы конечно рама она на самом деле из карбона из композита если приглядеться вот эта часть да вот эта часть все твердая все жестко это у нас непосредственно композит опять же что из печатных деталей основные конечно же наши кольца это крышка которая закрывает электронику от внешних воздействий от пыли от грязи то есть там у нас как раз скроется за ней одноплатный компьютер основной вычислитель на борту это морда так называемая то есть передняя часть такой условный обтекатель как раз которая защищает от внешних воздействий камеру и связанную с ней электронику то есть видеопередатчик и так далее а вот эти вот штучки печатали из какой-то гибкого материала да да это т.п. т.п. термополиуретан почему зачем они гибкие они нужны для того чтобы во-первых все закрывать от внешних воздействий во вторых они тоже могут терпеть деформации то есть при столкновении каком-то локальном то есть ветка какая-то и она получается будет упругой и она будет сохранять да и вот подставка от аккумулятора у нас тоже здесь есть она тоже напечатана из карбон нейлона если я не ошибаюсь но понятно зачем стакана печь на вот это во-первых получается полиамид который наполнен на 30 процентов насколько я знаю он углеволокном он из-за веса да вы хотели выбрать карбон для того чтобы и так помощи в принципе это был один из первых материалов до которые вы попробовали да на самом деле так и было но опять же этот материал впечатлил нас своей жесткостью то есть он достаточно точнее прочность он может сопротивляться разрушение очень хорошо он выдерживает там несколько ударов таких серьезных и только после этого уже возможно возникнет какая-то трещина и так далее но при этом он реально достаточно жесткий и неплохо сопротивляется деформации то есть мы делали из карбона нейлона все элементы которые наиболее чаще подвергаются деформации то есть кольца это у нас морда и крышка то есть но уверенности в том что это самый прочный материал точнее самый подходящий материал точки зрения прочности и легкости у вас нет нет конечно нету потому что наша специализация это непосредственно это не 3d печать мы особо никогда этим не занимались мы же как раз таки на этой теме то и познакомились что у вас было желание использовать 3d печать потому что у вас уже были там какие-то определенные наработки с печатью этих стаканов ну колец но вы печатали их из пробовали сначала просто из пола напечатать ну да вот и мы это собственно говоря вам вот и помогли с тем чтобы подобрать попробовать точнее подобрать нужный материал который может максимально подойти по условиям прочности и легкости и отпечатали вот столько кучу стаканов различных которые мы хотели поставить да на дрон и его по убивать об стену здесь у нас получается несколько стаканов этих колец блин почему-то называют стаканами вот эти стаканы напечатаны из кольца до блин напечатанный из термополиуретана там пять процентов углеволокна причем они с разной толщиной стенки это вообще специальный материал аэротекс который на основе сана с добавлением также углеволокна материал супер наш прочный это термополиуретана 30 процентов формированный стекловолокном который на разрыв является самым ну самым лучшим материалом но по вопросу именно здесь использование то еще мы посмотрим получится или нет есть обычные термополиуретан он вообще просто вот такой вот гибкий вот и есть у нас аса атмосфера стойки abs все они с различными толщиной стенок с различным содержанием мы же сможем поставить четыре разных кольца на дрон для того чтобы его как-то ну ну получается как одной стороной ему там как-то побьем там или поколоть ему как я бы на самом деле устанавливал вперед и просто в дерево аккуратно то есть два кольца ставим но и степень вперед или вообще одно и аккуратненько если можно проверить насколько критично разница допустим если у них весит там 10 20 граммов этих колец насколько это критично на самом деле это не прям чтобы очень критично по идее самого кольцо относительно там того что мотор дает полтора килограмма максимальной тяги кольцо дает еще где-то дополнительно 15 20 процентов то есть где-то еще 150 там 200 грамм можно получить то есть у нас на самом деле только единственный материал который ну тяжелее нам ну намного тяжелее чем остальные если мы например берем берем вот какой нот угленно полный до взвешиваем его он нас получается взвешиваем у нас получается 57 грамм то есть примерно вы столько и рассчитывали да то есть они в среднем нужно до среднего не столько и весит но вот кольцо которое весит 80 грамм да вот например а вот кольцо которое ведь нужно считать что их 4 штуки если каждое кольцо дополнительно дает нам 20 грамм то в сумме это уже 80 грамм это уже ближе к 100 это уже на самом деле может дать какой-то вес самом деле чем легче чем лучше но опять же если кольцо покажет себя очень прочным очень устойчивым к деформациям то это будет естественно наш вариант но опять же это нужно все протестировать все это посмотреть вот есть кольцо к тур 90 грамм это у нас а сайт и атмосфера стойки abs нужно еще учитывать что кольцо не должно быть очень мягким то есть здесь есть варианты которые отлетают сразу от тестов просто потому что за счет лобового сопротивления они будут деформироваться просто за счет ветра то есть ты думаешь то что даже если она вот так вот в распорочку сюда поставят вот тут а там 3 3 точечные крепления что да некоторые элементы будут деформироваться но мы не пока-то кольце я бы потесла есть кольцо которая прям совсем играет его бы я уже ставить не стал ну давай тогда давай тогда соберем так сказать из путинова разные кольца и пойдем на то есть ну что добро пожаловать в нашу рубрику импринта эксперимент сегодня мы будем выяснять как у из материалов лучше всего подходит для того чтобы печатать для из него детали для дрона а именно аэродинамические кольца так у нас есть дрон у которого все четыре кольца напечатаны из разных материалов это нейлон с добавлением углеволокна 30 процентным это термополиуретан с 30 процентным добавлением стекловолокна это атмосферостойкий abs он же аса и тотал c5 он же термополиуретан с 5 процентным добавлением углеволокна давайте уже что-нибудь разобьем сломаем запустим и узнаем какой материал будет самым лучшим вперед кажется она не просто сломалась она исчезла куда-то улетела это у нас был аэротекс и аэротекса больше не нет нет здесь нет ничего он просто видимо отработал демпфировал и все на самом деле не кажется что был какой-то сильный удар ты просто его по тыркал по тыркал просто он тыркается он не прям быстро ты летит его скорость полета который летел это скорость с которой он в принципе выполняет миссию то есть он может быстрее лететь но это средняя скорость с учетом облета препятствий то есть это не должно было выглядеть так но если это будет вуфуф то тут уже и карбон может прессить нужно понимать что аппарат тяжелый нет в целом он с такой скоростью примерно и облетают препятствия то есть как раз чтобы не было серьезных деформаций и повреждений но вот как мы видим со второй попытки со второго удара он уже не пережил это то есть кольцо деформировалось и пропеллер просто его разбил на части. Все понятно. Ну что, запускаем следующий. Продолжение следует... 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 поэтому решили больше их не колошматить что думаешь как будете использовать какой-то из этих материалов и все-таки какой-то из них не подходит для для того чтобы можно было его дальше использовать но смотрел материал привлекательно вот для наших задач оба подходят вот дальше надо сравнивать весовые характеристики вот и нужно учитывать что вот этот материал стекло наполнен более мягкие то есть он легче деформируется с одной стороны это хорошо вот потому что но он как бы димфирует он как резина до с другой стороны значит риск того что пропеллер при деформации заденет за стенку он выше до при таких деформациях соответственно вот это у нас более жесткий более плотный материал вот мы можем посмотреть что вот это вот это кольцо у нас летала и до испытаний вот она зеленая да то есть он падал в траву вот он уже бился этим кольцом и деревья и собственно это не привело к разрушению то есть вот пока угленно полный нейлон да да он кажется нам более перспективным для наших задач тем более он и повесом сколько грамм 60 до повеса вот эти детали у нас где-то в районе 60 грамм то есть 55-65 в зависимости от толщины стенки 80 до 80 грамм это важно потому что 80 грамм на начать одну деталь соответственно это плюс он сколько получается плюс 20 на 4 80 грамм на дрон это существенно это существенно то есть мы стараемся его облегчить но смотри вот как ты относишься вообще ко всему такому способу совместной работы что ведь по сути здесь такая коллаборация которая состояла из вас когда вы хотели ну то есть применить каким-то образом 3d печать у вас были определенные вопросы к моделированию и вы подключили вот 3d mall компанию который является нашим дистрибьютором и принципе оказывает 3d печати услуги 3d печати в москве мы как специалисты по 3d печати плюс и принтер с которым и соответственно тоже который в скором времени будет вашем пользовании вот это полезно было вот проведенная такая работа на мой взгляд это было очень полезно потому что нас не было опыта не с материалами не с технологией то есть нас это абсолютно новая область на то есть те дроны которые мы делали раньше там не было таких задач у требующих 3d печати какие-то мелкие детали мы печатали еду это защиту антенна пример там или для gopro там сказать корпус вот но вот здесь реальный опыт причем что интересно вот пластики которые угли наполнены вот с ними нет опыта вообще ни у кого то есть мало у кого есть опыт даже 3d молли не как новый материал вот они его для себя открыли вот благодаря нашему сотрудничеству вот я думаю буду дальше использовать нашу интересные характеристики вот он и легкий прочный вот гибкий при этом кстати что интересно ты знаешь в наших предыдущих выпусках этот термополиуретан который gf-30 он постоянно всех рвал 1190 первое место за тоталом как обычно но здесь он как бы тоже выиграл но мы его использовать не будем потому что он тяжелый то есть вот это как раз таки тот минус который оказался у этого материала из-за которого его нельзя будет дальше использовать и будем использовать соответственно угленополненный нейлон кстати минус знаешь какой этого материала он не российского производства это китайский сан с женю да да есть российский насколько я понимаю ротекс но он показался не лучшим образом наших испытаний вот хотя он нам тоже очень понравился своим весом да то есть это легкий пластик легче даже чем нашел но за счет того что как раз таки вот из-за тонкой стенки здесь данном случае аэротекс и вот полиуретан который был угленополненный тоже c5 они как раз таки но и формах с еще был бы как вариант но он бы тоже скорее всего не выдержал потому что материал более хрупкий на таких тонких стенках вот а в данном случае нейлон в связи со своим составом полимером я думаю что он как раз может более вязкий из-за этого он такой более прочный даже на тонких стенках вот ну хорошо мы дальше будем соответственно идти по пути оптимизации всех этих деталей конструктивных элементов вот то есть насколько можно будем уменьшать габариты вот толщину стенок вот всевозможные там конструктивные излишества убирать оттуда чтобы снизить вес вот ну в целом вот этот материал нас устраивает а скажи пожалуйста ведь этот проект вы собираетесь его но финализировать так сказать полностью коммерческим таким дроном до который будете продавать кстати вот здесь же можно показать концепт как это должно выглядеть финале конечно ну все вот здесь значит мы показан то как как он должно в итоге к чему должна прийти команда и я так понимаю что в этом проекте в том числе принимает участие некий спонсор партнер до который так сказать помогает в реализации этого проекта правильно да проект во первых делается команды которые у нас набраны из разных организаций да то есть у нас часть мои как рассказывали мы раньше до часть это институт проблем управления вот это собственно компетенции в области робототехники вот там сосредоточены в области нейронных сетей и более того вот институт проблем управления это институт российской академии наук ему вчера исполнилось 80 лет вчера или позавчера вот это он был вчера это на момент съемки то есть это 19 сегодня 19 июня да вот ну то есть один из старейших научных институтов которые собственно занимается созданием систем управления вот я являюсь значит ведущим экспертом лаборатории киберфизических систем вот в этом институте институт очень сильно помогают у нас спонсирует помогая деньгами помогает специалистами вот за что им большое спасибо что касается проекта дальнейшего развития вот мы планируем до конца года вот довести этот аппарат до состояния готовности к его коммерческого производства малыми партиями вот то есть минимум вот который он должен обеспечивать это автономный полет с функцией уклонения от препятствий вот это решение одной из задач распознавания для значит определенного класса задач да то есть это либо задачи промышленной инспекции либо задачи поисковые вот это зависит от того какой пилот мы будем делать может быть мы будем делать несколько пилотов пилотных проекту до конца года соответственно наша задача довести это аппарат до такого состояния когда его можно предлагать малыми партиями вот отдавать вот там поисковым отрядом отдавать в значит компании которые занимаются инспекциями промышленных объектов для того чтобы они могли его тестировать реальных условиях но я заключение наверное хотел бы сказать что нам всегда приятно принимать участие в такого рода проектах которые во первых где можно не просто ну где вы не просто как клиентом выступаете которые мы просто продаем принтер а где мы реально участвуем в решении какой-либо проблема и в данном случае здесь в том числе была проблема в том что было не совсем понятно как допустим какой лучше материал подобрать да то что в принципе рассказать о том что материалы эти существуют да на самом деле нейлон этот нашел его все-таки ты этот материал да и в этом случае мы как бы просто такой подтолкающий какую-то функцию даже выполнил но я бы сказал что я нашел тоже обзор а вот возможно это был даже ваши обзоры с материалов вот в том числе и карбон нейлона вот ну да мы его попробовали мы его сразу так сказать выделили в качестве наиболее подходящего для нас вот и в итоге после вот опыта с разными за что мы очень благодарны вот это ряда мол вот и ваша компания что вы помогли протестировать вот мы все равно на нем остановились вот возможно ближайшее время появятся другие более перспективные материалы вот хотелось бы это сотрудничество продолжить вот быть курсе вот всех последних новинок вот их использовать на практике ну я думаю это вообще не проблема спасибо антон за то что сделали этот совместный выпуск показали о том каким образом можно интегрировать 3d печать в дроностроительстве наверное не стоит желать о том что слишком много дроностроителей было в россии для того чтобы они начали составлять конкуренцию но тем не менее это один из тех вариантов когда можно использовать 3d печать и это на самом деле достаточно нестандартное применение 6 лет назад в красноярске я подходил к людям которые занимаются дронами я им говорил начал рассказать им про 3d печать говорю вы можете использовать они говорят зачем что мы будем делать что мы будем изучать это реальная реальная история и вот спустя 6 лет поработать с компанией которая начала не просто какие-то прототипчики печатать а прям реально функциональные изделия которые еще и выдержат какие-то определенные нагрузки удары это на самом деле очень круто поэтому антон еще раз спасибо вот ждите принтер и становитесь счастливым пользователем геркулеса ну что надеюсь вам понравился такой вот нестандартный материал нестандартный эксперимент связанные с дроностроительством и 3d печатью если у вас есть какой-то подобный проект в котором вы думаете о том что вы сможете использовать 3d печать но вы не совсем понимаете как это можно сделать вы можете обратиться к нам внизу наши контакты наш сайт где вы можете оставить заявку или просто позвонить нам и сказать мы видели ваш влог мы смотрели как получилось у вас объединиться с дроностроителями и что вы хотите сделать точно также вы хотите узнать каким образом 3d печать можно интегрировать ваш технологический процесс либо вы на ваше производство либо просто использовать это в каком-то вашем стартапе поэтому подписывайтесь на наш канал жмите колокольчик чтобы не пропустить выпуск новых видео с вами был артем соломников и это наш нестандартный влог про 3d печать пока такой моторчик выдает тягу 2 килограмма дрон весит ну в районе 300 500 грамм тяга вооруженность не бешеная про гоночный дрон говорю он может в точку идти просто не было до 200 км в час раз в год менее 2 секунды кирилл просто не рассказал у нас есть гоночная команда у нас вот как у большого коллектива то есть разные направлении сработка соответственно из гоночной команды как разнял 2 месяц в швейцаре правильно поэтому на собственно и наша команда называется головы и потому что это просто мир то есть от полета через камеру когда вы смотрите через камеру установлены на дроне и вручном управлении душном режиме его пилотировать то есть устраивать на дрон очень большие скорости до 150 км в час да это вот то что в очках летает на это что-то . собственно вот эти так сказать наш опыт гоночный пытаемся применить к задачам автономного полета вот в идеале он должен летать очень быстро вот у нас при этом автономно так сказать обитать все препятствия маневренга то есть он должен летать гладко маневренно вот и достаточно надежно но ниже размеры не сопоставимый гоночный гоночный дрону смотреть вот на самом деле сейчас вот в лиге которые мы летаем это все лига мировая самая крупная помочь размеры гоночного дрона по диагонали составляют 360 миллиметров что в принципе не очень далеко ушло вот нашего это и просто за счет того что нам необходимо больше навесного оборудования защиты в виде колец то нашли серии просто немножечко больше по маневренности мы проводили испытания он не сильно уступает у нас есть видео полета виталий там через лес на нем в ручном режиме тоже пробовали пролететь ну так сказать он нормально будет довольно таки быстро сколько у него максималка получать мы не верили чтобы померить надо посмотреть просто вывести gps до 100 километров в час можно на зарядке что это прямой с легким разумеется аккумулятором мощность двигателя еще даже более мощный чем вот эти два с половиной килограмма тяга то есть привести аппарата 2 килограмм а вот у нас 1820 но все равно там несколько раз тяга моторов превышает искать его вес мы его хотим сделать еще меньше еще меньше еще легче